Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент и это Алан Уэйк. Мы продолжаем. Истина, скажем так, у нас прояснилась еще в предыдущем эпизоде, нам теперь стало более-менее ясно, что тут в конце концов происходит. Оказывается, мы сами отчасти являемся виновником всего происходящего. Все идет согласно сценарию, но у данного рассказа, скажем так, нет финала. И вот на этом мы закончили. Нас повязал походу ФБРовец или кто он там, эпизод 5, Щелкунчик. Ну, мы ожидаем много народа из соседних округов, естественно, мы надеемся побить рекорд прошлогоднего Дня Лося в Уолтере. Это город по соседству. Люди и джентльмены некоторые спрашивали у меня, почему День Оленя так важен. Я скажу так, день оленя, день лося. Да, грядет большая вечеринка. Надевайте рога. Так. Барри у нас за решеткой. О, и наш главный герой тоже. Он у меня. Что у меня? Кто-нибудь придет за ним, когда настанет время. Так сказал Томас. Он это написал. Ключ это гарантия. Моя задача хранить его в безопасном месте на свету. Всегда на свету. Опять у главного героя, скажем так, галлюцинации в перемешку, я не знаю, с фантастикой, с фантазиями. Страницы рукописи пропали. Их забрал тот ФБРовец. Мне кажется... Мне кажется, что мой собственный язык нагадил мне в рот. Фу. Ой, погоди, мы в тюрьме. Ал, ал, как паршиво-то. Лучше не скажешь, Барри. О-о-о. Все. Больше в жизни не прикоснусь выпивки. Ну да, в предыдущем эпизоде вы, конечно, нажрались просто, я не знаю. Надо поговорить с Увер. Это она, присветлела леди из песни. Так, а что делать-то? Чохнутая старушка? Ты как скажешь. Что за чертову игру увидеть? Вы даже не допросили Уэйка. Мне сперва пришлось кое-что прочитать, Шериф. И смей заверить, чтение было весьма занимательное. Ну что, Райдман Чандлера, попался? Все улики здесь, включая заговор с целью убийства федерального агента. А ты отсюда в жизни не выйдешь. Слышишь меня, Бретт Энстен Элис? А? Это тоже было написано, я помню. Было такое дело. Вот этот момент, что я за решеткой, агент Найтингелл. Нам про это говорит. Да я знаю, что вам что-то нужно, Шериф. Слушайте, сейчас это невозможно. Ооо, ребята. Что-то... Что-то совсем, короче, сейчас не так по ходу пойдет. Уэйк, что такое? Дамочка, вы что, тупая? Он же прикидывается, водит нас за нос. Все, схватит с меня. Уэйк, я вам, пожалуй, поверю. Вы шутите? Агент Найтингелл, ваше мнение значило бы больше, будь вы трезвы, если бы вы сами верили, что находитесь здесь по делу. Ух ты! А ну назад! Назад в камеру, Стивен Кинг. Ты отсюда не уйдешь только через мой труп. Погодите-ка. Я знаю это. Круто. О, боже. Свет, нужен свет. Так, взяли. Найтингелл читает рукопись. Найтингелл пытался найти в рукописи смысл, она была странной и бессвязной. Агент не понимала половину, но все выглядело правдоподобным. До невозможности правдоподобным. Он вытащил фляжку, дойдя до страницы, где описывалось, как он дошел до страницы, из-за которой вытащил фляжку. Мозги плавились не от выпивки. Ха-ха. И вот этот, походу, тоже дощелкал, что все согласно рассказывает. О, черт, без света нас переблюдет, как куриц. О, еще один. Найтингелл и темная сущность. Найтингелл ощутил, что ситуация выходит из-под контроля. Он, по крайней мере, свою пушку держал крепко. Он был готов выстрелить, решив, что дальнейшее случится только через его труп. И все же заколебался. Он уже видел этот момент, читал о нем на странице. Найтингелла охватило чувство дежавю и ужас осознания. Он был героем, написанной кем-то историей. Кошмарная сущность появилась сзади и утащила агента в ночь. Вот, вот что он читал. Вот он хотел что достать. И его утащило. Боже мой. Так, ты свети на меня. А то неохота как-то плохо закончить здесь. Термс бери. Вот так вот. Так, тут у нас ничего интересного. Свет нужно больше... Ох, нифига себе загородило проход. Тут нифига. Давай, давай, давай. Барри! Барри, что ты там встал, дурак? Света нету. Давай, свет запускай. Свет запускай. О, нормально. Что за нафиг? Что это сейчас было? А, ну она, видимо, посветила и тень упала от главного героя. Держи свои вещи. Так. Так, они уязвимы на свету. Только на свету. Мне нужно найти Синтию Увейвера. Она поможет мне покончить с этим. Свет, понятно. Синтия, она живет на старой электростанции. Я могу доставить вас туда на спасательном вертолете. Так, помповое ружье. Нормально. Смотрите, мы прям уже сходу вооружились. Конкретно причем. Так, что-нибудь есть еще тут? Нет, больше ничего нет. А здесь? Ладно, фонарик есть, ствол есть. Патроны у нас, прям, не знаю, под завязку более-менее. Так что... Так, вот список ключей, телефонных, номеров. Я хочу, чтобы вы позвонили всем и передали от меня. Ночные ключи? Как телешоу? Ясно. О, да здесь и тот парень с радио, Мэйн. Кто такой френдбрейкер? Ваш родственник? Мой отец. Послушайте, это что, тайное общество? Вы можете это сделать? Вам тут ничего не грозит, запасной генератор работает. Этих ребят надо предупредить просто на тот случай, если мы не вернемся. Эй, ну вы же вернетесь за мной, правда? Само собой, как только подготовим вертолет. Спасибо, Уиллер. За мной должок. Отлично, пошли вы их через задний дверь. У нас, наконец-то, есть хоть кто-то, кто нам верит. В какой-то веке. Так, пусть она там пока бежит, а я посмотрю, может, что-нибудь еще здесь есть. Фальшферы, а, смотрите, сыт одна идти. То-то же. Так, давай-давай-давай-давай, двигаем. Тут нам не попасть, не войти. Так, там была темная сущность, насколько я знаю. Да и мы и сами это видели. Ага, тут фонарик. Кого куда утащили? О, черт. То, что захватило Найтингелл, должно быть сломало механизм. Отсюда нам не добраться. До блока управления. Нужно перебраться на другую сторону по крыше. Я пойду, как только переберусь, сразу открою ворота. А вы вставайте здесь, на свету. И прикрывайте меня. В общем, нам придется все делать в одиночку. Ладно. Давайте тогда сначала утонем. Причем... По максимуму. Вы сла... Рады это слышать, я передам Аллу ваши слова. Там уже поклонница, что ли? Или кто там? Так, забор. Я помню, это дырка в заборе. Нам сюда сказал идти похититель. Но что здесь? Здесь что? Чтобы преодолеть разрушенные ворота, нужно было забраться на крышу. А забраться так здесь вряд ли получится. Ну тогда идем... Через... Вот это место. Главное, чтобы тьма нас... Не застала врасплох. Ой. Пятна. Есть. Ломаем. Хорошо. По свидетельству, больше ничего тут нет, да? Под ноги надо светить. А то попаду на это, скажем так, жидкую тьму. Как ее там называют. И... Снесет она мне нехило здоровье. А мне бы этого не хотелось. Вороны, сколько у вас тут? Вон, сколько тьмы жидкой, а. Так. О, вон она. Давайте два одновременно. Вот так вот. Другое дело. О, боеприпасы. Неплохо. Собираем это дело. Что? Так, в свете ты можешь их ранить. Да я так и понял. Давайте поднимемся. О, смотрите. Там я вижу вертолет. Это до него что ли нам надо добраться? Я что-то не понял. Так. Так, выжигаем. Есть. И давай еще одну. Превосходно. Твою налево. Ага. Давай, жги их. Так. Готово. Так. Жги, жги, жги. Понятно. Опа-на. Как я вас их. Всех тут. Так. Готово. Все? Да. Кажется, я их прогнал. Ну, более-менее. Вороны, конечно, да. Их тут не перестрелять. Их только светом сжечь. Можно. Так, я так понял. Сюда надо прыгнуть. Потому что тут я... Опа-на. Нормально. Спускаемся. Отлично. Я у нас сюда уже вижу тьму жидкую. Послушайте, шериф, что это означает? Да у нас тут, походу, глупая шутка, что Брайт Фоллс послужил источником вдохновения для такого телешоу. Этот город иногда становится жутковатым. Есть. А, вон она. Так, ну давайте сначала проверим что-нибудь на наличии... Ммм... Ооо. Вот это очень хорошо. Это превосходно. Я вижу, там тоже что-то блестит. Давайте глянем. Только здесь что-то совсем темно. Один фальшфер. Похоже больше на какую-то приманку для ловушки. Но света здесь много. Фонарные столбы светят, и пока они светят, ничего такого не это. Не случится. Взламываем, давай, 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 давай. Ух ты. Умно. Отличная работа. Ой, ладно. Не отставайте, первым делом... Ой, надо спешить. Ман двигается. Машина. Машину ждем. Так, я их, короче, подсвечиваю. А ты давай, дорогуша, стреляй в них. Есть. Так, ой-ой-ой. Сдохни. На тебе, дышь, стоп, тебя. Так, выжигаем. Выжигаем. И еще одного. Есть. Неплохо. Прототипа валим. На-а-а. Грохнули, ну. Кооперативно мы их уделали. Так, что у нас тут? Ну, тут как бы свет как-никак, но... Что за хрень? Олень едет. Нормально так. Олени разъезжают. Давай, жгем. Походу, он сейчас сюда, да, приедет? Так. Валим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Пошел ты. И еще раз. Здорово. Нормально мы их так. Так, нам предлагают идти налево. Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Нам лишнее, скажем так, это... О, нычка, нычка, нычка. Где-то тут нычка. Значит, надо идти искать. Так, сюда. Уэк, сюда! Погоди, дорогуша. Тут надо найти нам... Место... Полное лута. А, вот! Нормально. Ракетница! Вот это уже очень хорошо. Только вполне возможно, что меня сейчас тут... За жопу схватят, нет? Как это обычно бывает в таком месте-то. Не! Убегаем. Убегаем, давай. Что от нас? Хорошо! Очень хорошо. Так. Давай. Еле передвигается. Что там? Термос? С кофе? Нет. Тьма просто повсюду. Глубокая ночь. Ё-моё. И мы с этими фонариками. Да пошел ты нафиг! На! Нифига себе, она с другого века стреляет. Так, а тут что-нибудь есть? Так, продолжаем. Так и знал, что мне не дадут тут нормально залутаться. Отвали ты от меня! Всё. Что в ногу, что в голову? Результат один. Ладно. Две пули на два фальшфера. Я думаю, это... Скажем так, достойная цена. Ну, не две, там четыре, или, сука, получилось пять. Тут никто от одной пули не дохнет. Жители города. Я знаю, какие-то мощные ребята. Ооо, я знаю, это место закусочное. На мощный фонарик переключиться. Конечно, давайте переключимся. Вот это другое дело. Патроны. Это же самое начало игры. Вроде. Кажется. Тебе... Оп, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Термос, термос, кофе. Нормалёк. Батарейки. Так, что у нас там ещё есть? А, ну мы туда ходили, где темно. Тут закрыто, естественно. Записка. Рукопись. Ну, давайте глянем. Так, страницу возьмём. Так, бары в участке шерифа. Барри был в своей стихии. Делал звонки, организовывал события, хоть и не вполне понимал, чем конкретно занимается. Он не разочарует сексуальную дамочку шерифа. Даже если будет подпрыгивать за каждого звука снаружи. А звуков было предостаточно. Он становился только, чтобы набрать ау сообщения. Тому нужно было поторопиться. Барри замер, не дописав до конца. Где-то в здании разбилось окно, а потом погас свет. Вот это, ребята, вообще не есть хорошо. У нас в баре, получается, может под раздачу попасть. Так, ну слава богу, хотя бы фонарик у нас помощнее. Чё ты два фонаря не берёшь? Давай с двух рук хотя бы будем светить. Было бы другое дело. Или бы два фонарика вместе связал двойной урон. Нормально. Ну ладно. Не хочет, так не хочет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Есть. Вроде никого больше нет. А я думал, что Нью-Йорксы чё? Патроны. Ага, на максимум. Хорошо. Батарейки тоже на максимуме. Мы, надеюсь, с толчков... Ага. У вас есть право хранить молчание. Да пошёл ты. Давай. Чтоб тебя. Так. Зажигаем. Есть. Есть, есть, есть. Готов. Так. Давай стреляй. Да чтоб тебя. У всех перезарядка нынче. Не вовремя. Патроны давайте заберём. Отлично. Отлично. Просто превосходно. Так. Куда нам теперь идти дальше, а? Ну давайте вот эту вот штуку... Ой-ой-ой-ой! А, нормально, это я свет включил. Другое дело. Патроны берём. И батарейки всего на максимуме у нас. Ладно. Что здесь? Так, тут по-любому что-то должно быть, да? Или нет? Не показалось, видимо. Ладно, хорошо. Продолжаем путь. Я вижу, там светится что-то вдалеке. О-о-о-о. Ой, мы, кажется, звуком привлекли тьму. Либо тьма о нас уже заранее знала. Вейк, свет вон там! Погоди, там термос! Я пойду заберу его. О, тут ещё и боеприпасы. Нормально так. Боеприпасы для ракетницы. Патроны. Ну, ракетница уже стоила того, скажем так. Так, а здесь чё? А здесь ничего интересного. Хотя, постойте. Чё-то горит, да? Показалось. А, да. Пока ситуация тут не запахла жареным, давайте двигаться. Стойте! Ещё. Слушайте, ну прям вообще здорово. Прям так нормально. Ключ у меня, Уэйк. Прикройте. Ага. Ясен пень. Это засада. Чё, серьёзно, что ли? Так. Лай! Выжигаем! Так. Жгём, 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 жгём. Так. Нормально. Этого чувака надо сжечь. Выжигай, 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 выжигай. Патроны потом возьмём. Так. Ёхарный. Так, надо сжечь его, сжечь. Пока он совсем не учинил чего-нибудь. Чёрт! Так. Нормально так. Так, стойте. А всё с него слезло. Есть. Готовчик. Ух ты, я увернулся-то хорошо как. Всё. И твой черёд. Готов. Ну чё? Ещё желающие? Так, видимо, желающих больше нет. Тогда давайте-ка сбегаем пока за боеприпасами. Идём уже, Вейк. Да погоди ты! Патронами-то надо запастись. Сейчас вот я возьму их тут с батарейками. Так. 18 батареек. Ну там ещё у нас были батарейки. Сейчас их тоже заберём. И будем двигать дальше. Надеюсь, тут засада ещё не будет какой-нибудь. Неожиданный. А вот тут можно зайти? Ну, кстати, может тут тоже как-нибудь можно чё-нибудь раздобыть? Нет, закрыто. Ладно. Фонарик бы раздобыть помощнее. Помню, был такой здоровый луч. Бьёт далеко, сносит только так. Ещё чуть-чуть бы и стрелять бы научился он. Но пока такой не попался. Ну, хотя бы такой вот есть вариант. Двигаем. Термос. Берём. Отлично. Всё. Патроны. Ещё патроны. Да куда же столько? А, нет. Три фальшфейера. 13 штук. Нормально так. Да вообще. Можно бонщить. Чё это такое? Переключатель какой-то. Заходим. Так. Так. Так, кто-то повозился с предохранительной коробкой. Попробуйте починить, а я поищу ключи. Мне уже сегодня било током. Может я поищу ключи? А током ударят вас для разнообразия. Ну ладно. Они должны быть в конторе на другой стороне здания, у главного входа. Ясно. Так. Главное, чтобы у нас здесь... Оп, она записка. Так. Тёмная сущность остановлена. Тьма, носившая обличье Барбары Джаггер, была в ярости. Сюжет рукописи всё это время прибавлял ей силу, но теперь свет выпустил писателя на свободу, а ей причинил боль. Ослабил её. День-другой тёмная сущность снова наберётся сил, но до того ей будет нелегко снова завладеть писателем. Так, нам сюда, ну давайте сначала тогда наверх сбегаем, глянем хоть чё там. Наверху ключей нет, я только гляну. Вот именно. Надо всё осматривать. Так. Телек, может что-нибудь покажут? Нет, показывать нам ничего не будут. Так, а вот дверца, куда она ведёт? Вау! Стойте, нычка! Чёрт! Так, никого? Вроде никого, да? Нормально, что у нас тут? Ракетница! Фальшфейра! Неплохо. Неплохо мы так лутанулись. Спускаемся вниз. У нас ракетница уже, четыре залпа есть мощных. Можно конкретно... Что такое? Что случилось? Сообщение было от Барри. Он там у себя заспякурился, хотел, чтобы мы поторопились. Так, тут чё-то... А, вот. Твою налево! Тебе понравится? Так, а где он? Чё-то я его не наблюдаю. Так. Так. Ну, всё. Время ловить. Прожёвывай ты пули эти, всё. Нормально. Мы его так накормили свинцом. Тут есть чё-нибудь? М-м. Ни хрена нет. А здесь? О! Так, боеприпасы. Какая-то записка, рукопись, не знаю. Но чё-то её взять нельзя. Ух ты, фонарь! Неплохо. Вы гляньте, какой у него луч мощный. Конечно, у него запас энергии поменьше, но зато... Скажем так... Какой радиус? Ключи от вертолёта. Шариф, ключи у меня! Ты чё? Шариф? Барри? Почему он не внутри? О боже! Тьма за ним. Помогите ему. Барри, осторожно! Так. Ёлки-палки. Чёрт. Он смог войти в Эйк, он в порядке. Короче, надо Барри выручать. Чё-то дело, походу, совсем серьёзно. Фасад заблокирован. Пойдёмте, Эйк, обойдём вокруг. Так, что у нас тут? Местные достопримечательности. Ну, слава богу, у нас фонарик мощный хотя бы. Хоть это радует. Это как бы... Свет согревает душу. Ну ладно, друзья. Думаю, давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим, как обычно, в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если всё ещё не подписаны. Ставьте лайк, если вам понравилось. Обязательно комментируйте. А также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Всё, друзья. Всем пока.